Конкуренция на рынках товаров и услуг города Магнитогорска, а также запланированные зимние спортивные мероприятия для населения стали главными темами повестки очередного аппаратного совещания в администрации города. Заслушал доклады и Павел Берсенев. Началось аппаратное совещание на торжественной ноте. На первенстве Европы по классическому пауэрлифтингу, которое прошло в Литве, наша спортсменка Ксения Перевозова в Троеборье заняла второе место с общим результатом 410 килограммов. Кроме того, по приседаниям ей покорился вес в 160 килограммов, тем самым Ксения установила новый рекорд России. Ей, а также ее тренеру Константину Гирину глава города Сергей Бердников вручил благодарственные письма. Первым же вопросом в повестке стал мониторинг состояния конкурентной среды на рынке нашего города. Этот опрос проводился в октябре, учитывалось мнение как предпринимателей, так и рядовых горожан. В подавляющем большинстве представители бизнес-сообщества оценивают уровень конкуренции как высокий. В качестве наиболее существенных административных барьеров для ведения бизнеса чаще всего предприниматели отмечают высокие налоги, проблему доступности финансирования, нестабильность российского законодательства. Тем не менее, как показал опрос, перечисленные барьеры большинство предпринимателей считают преодолимыми. Что касается потребителей, то ситуация следующая. Большинство респондентов удовлетворены качеством и возможностью выбора товаров и услуг, представленных на рынке города. Относительно меньшей удовлетворенности респонденты выражают в части цен. В сферах розничной торговли нефтепродуктами, а в розничной торговле фармацевтической продукцией. В подавляющем большинстве случаев люди довольны качеством образования и детского отдыха, однако цены на них считают слишком высокими. А вот качество оказания медицинских услуг в городских учреждениях в основном магнитогорцы оценивают неудовлетворительно. Мы должны, соответственно, принять все необходимые меры для исправления тех недостатков, которые сегодня вскрываются по ходу, так сказать, реализации всех наших действий. Зато для занятий спортом в городе созданы весьма хорошие условия, и, надо сказать, это востребовано магнитогорцами. Зимой будут проводиться спортивные праздники, семейные старты, массовые катания на коньках, лыжах и санках. Состоятся традиционные турниры, такие как снежный мяч, золотая шайба, кубок Анны Багалий по биатлону и многое другое. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 10 февраля 2019 года в экологическом парке, также традиционно с 10 до 14 часов, с возможностью выполнить нормативы комплекса ГТО. Данный всероссийский проект – это один из главных приоритетов нашей страны. Ждем всех горожан, семьями всех возрастов для сдачи норм ГТО. Традиционно на аппаратном совещании затронули и тему санитарной уборки города. Сергей Бердников подчеркнул, что следует создавать комфортные условия не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Все должно быть почищено. И магистрали автомобильные, и пешеходные тротуары, и проезды, переходы. Все, что связано с людьми, должно содержаться в том должном уровне, как того требует вся наша установочная документация.